Сегодня мы опять проверим матрицу квадрат Пифагора, ну как всегда на известных личностях. Когда маленькие мы бываем, нас водят в кукольный театр. Вот я в частности первый раз посмотрел там, в очень маленьком возрасте, повели нас чуть не в первом классе в кукольный театр. Ну что я воспринимал там? Этих кукол, всех как живых, я их воспринимал. Я думал, что они живые, вот они говорят, ходят, двигаются, пляшут, танцуют, буратино там. А потом оказалось, что там Карабас-Барабас есть еще, и он этих кукол всеми руководит, этими куклами. Вот так же вот в политике. Та вот внешняя ее часть, она, кажется, ее приподнимают, доводят до уровня святости. Вот как Николай Второго Поклонского поднимает, как говорится, на своем горбу, ну у нее плохо получается. Он царить-то не хотел, это вот как бы кукла, вот она не хотела двигаться под этими управлениями своей вот этой семьи, но семья сломила его волю и все равно сделала его царем себе же в ущерб. Потом почти вся семья это была расстреляна, из-за того, что неправильно выбрали себе преемника. Вот такой кукольный спектакль. И все окружающие лица-то, они пытались руководить им, но он их никого не слушался. То есть была такая кукла. А как вот Бог дал, чем человек отличается от куклы? Тем, что свободная воля у него. И он использует эту свободную волю часто себе во вред. Вот так же вот в политике тоже. Это же тоже политика. Мы смотрим телевизор, слушаем радио, газеты, читаем книги, обмениваемся мнениями о ком. О куклах, политических куклах, которые, вокруг которых ведется вся вот это медийное брожение. Вот это медийное брожение. Мы сейчас видим, что ничем не отличается от этого детского нашего спектакля. Только так же, как и в детском спектакле, мы не видим зачастую, кто это вот дергает за веревочки. Вот эти медийные, как говорится, менеджеры. И спичрайтеры, там, этих, и кукловоды. Ну вот, хотелось бы вот посмотреть, кто это вот люди. И выбрать наиболее какого-нибудь человека, ну, который вот сейчас вот на поверхности, о нем везде в СМИ идет речь. И дела его понятны. Его драки с журналистами, брак, там, родил две дочери, жену бросил в Америку. Завел себе, как говорится, жену отдай дяди, а сам иди к бляде. Вот, такой человек, мы его рассмотрим. Дела его все известны. И, с другой стороны, он является своего рода кукловодом. Одним из кукловодов считается он, его, по крайней мере, Белковский считает самым большим интеллектуалом в стране. Потому что он пригласил Белковского в свою команду. Ну, речь идет о Малашенко, в частности. Он руководил вот этой пиар-акцией предвыборным штабом, вроде бы, как бы президента Путина. И сейчас его пригласили тоже предвыборным штабом руководить вот этой нашей вот Ксении Собчак. Ну, про которую у нас была лекция тут недавно. Прошлая лекция была, или позапрошлая. И вот такой Малашенко, Игорь Евгеньевич. Его биография-то вся известна, но немножко известна. Известно то, что первое, что у него был отец генерал-лейтенант, служил в военной разведке. Вот, дослужился до генерала-лейтенанта. Но про него, про этого генерала-лейтенанта Малашенко, очень скупые сведения я не копал. Но, видимо, он пошел по его стопам. И вот он закончил в МГУ философский вкульт. Это, кстати, философ. Нахватался эта макулатура. Он много в голове, у него макулатура сидит. В философской. И дальше он по медийной части пошел. То есть философию марксистско-ленинскую он улучшать не стал. Парадигму мира он заниматься не стал. А он занялся вот этим вот театром. Политическим театром. И стал вот руководить этим политическим театром через вот это средство массовой информации. Он там и НТВ руководил. А сейчас он руководит тоже медийной группой, которая расположена в Англии. Вот это его так краткая биография. Ну, там где-то он в НТВ хотя служил, а сейчас вот в 13-м году вместе со своей новой вот этой женой, которая считает своего жена, ну, она вторая жена как бы, да? Это Брыльская, тоже знаменитая личность медийная. Ее везде трясут. И она сама так в неприглядном свете везде. Там она показывает свои, как говорится, молочные заводы. Свободно показывает для всякого деяния. И много других у нее. Ну, и в частности, Немцов, он, когда у него наезжали на него, спал ли он с этой сбаженной Рыльской, он с возмущением это дело отрицал, что, мол, чего я спал, что с ней все спят, а я почему должен с ней спать? Ну, то есть пользовался репутацией такой ВИП-девушки. И она рвалась. У нее и книга-то написана была. Вот, слава богу, я ВИП. У нее такая книга была недавно издана. То есть она прорвалась в ВИП, так же, как вот Павленский сейчас рвется в ВИП, прибивая свои яйца к Красной площади. И сжигая там эти ворота разные, он уже прорвался в ВИП. Сейчас сидит на 10 лет во Франции. Но она не попала. Хотя дралась с журналистом, разбила камеру там и все такое прочее. Попала на год она. Условно и отрабатывала год. Вот это подруга дней суровых Малашенко. Но они два сапога пара, у них совместимость полная. По китайскому календарям-то. Вот. Ну вот мы рассмотрим эту Малашенко. Он со 2-го, 10-го, 54-го года. Зеленый деревянный конь по китайскому календарю. Ну можно добавить зеленый деревянный троянский конь Кремля в Англии, да? Вместе с своей Баженрыльской, который косит под матухари. Ну вот российский Геббельс там он в Англии считается. Зеленый деревянный лошадь. Ну как все вот рожденные в октябре, в 1-го числа октября, они подруидом не являются не первой личностью, они на вторых ролях. Ну вторые роли это что же, да, это как раз кукловоды и есть. Они за кулисами дергают эти веревочки. И вот мы смотрим, есть ли у него такой интеллект и дар, чтобы этим делом заниматься. И какой у него характер. Пифагор нам вот что вырисовывает по поводу него. Вот это RTVI он руководит там в Англии. У него сумма 12 в матрице и дельта это определитель, минус 6 он деструктор. Ну вся его работа он занимается деструкцией. Ну какой? Государству. Почему? Потому что он пиарит людей, не приспособленных руководить. Пиарит эту самую инфляционную экономику. Людей, которые продвигают, ну, либерастов, а не деструкторы. Вот видим у него, что хорошо, второй у него колоссальный, харизматический такой личность, секс-символ. И тоже у него есть три двойки. Он харизматический. И в то же время вот лояльность есть, он может со всеми договориться, три единицы. Логика есть, то есть для себя всё схвачено. Порядочность есть, он порядочный человек. Белковский его уважает. Две девятки, он юморист. То есть ум у него юмористический, но учиться он не любит. Но он бросил философию и начал заниматься вот этой фигневой дёрганием за верёвочкой. Шестёрка, он мизантроп. Характер у него почти революционный. Он почти революционер. Он очень лёгок на подъём, может жить и там, и там, и сям. Требуя к семье большие. Но он с семьёй расстался, потому что большие требования были. И много целей у него находится. Ставит много целей в ущерб ближним. То есть может потоптать ближних для достижения своих целей. И любит перебирать, вот он, Матильду. Матильду одну меняет на другую Матильду и так далее. Ну, с деньгами всё в порядке. У него талант невысокий. У него нулёвко-семёрок нету. И нету у него привязки к земле. И нету мотивации. То есть аналитического ума у него нет никакого. Я не знаю, как он там пиарит, чем он пиарит там. И кто им-то самим руководит. Вот мы посмотрим. Такую характеристику даёт Пифагор. Нормальная, в общем-то, матрица. Ничего тут не предерёшься. Вот. Ну что вот, дрался с журналистом НТВ. Вот связался с этой Срыльской. Жена Пивоварова, дочки две близнецы, 1996 года рождения. Вот. Сын генерала, я говорю, Евгения Милошенко. МГУ. Ну и диссертация у него была по странным названиям. Политической философии Данта Легьери. Слово политической добавлено. Философии. Там вокруг этого словоблудие. Ещё это Заякин не проверял, эта диссертация пока. Вот напарница его. Смотрите. Удивительная личность. Божейна Львовна Рыцкая. Её также называют Курицына. И там она идёт под кличкой Шарп. В этом, в Телеграме. У неё удивительные вот эти вот матрицы. Она тоже лояльный человек. У неё тоже. И также харизматичная она. Ну вот у неё нулёвка нету здоровья. Она чисто рептилоид. То есть он от жены, от Пивоварова перешёл действительно вот. Схватил его рептилии, этого малышинка. Полностью он во рту у рептилии находится. Две пятёрки. Видите, у неё даже больше интуиции, чем у него. И вперёд и вздат она видит. И мотивация есть кое-какая. Но она такая бардачная мотивация. Всего одна тройка. То есть у неё беспорядок-беспорядок. А потом она неожиданно всё приводит в порядок. И у неё две семёрки в карстной игре и везёт. И чем они вот сошлись-то? Вот эта вот вся вертикаль двумя чертами выделена. Вот этот столбец у них полностью совпадает. Две пятёрки, двойка и шестёрка. Поэтому они, видимо, вот сошлись как неравнение. И у неё тоже по сексу. Видите, она любит это. У неё как искусство этот секс идёт. Вот таким образом. Но она не деструктор. У неё плюс два. То есть она старается в доме навести порядок там. И создать домашний уют. И сумма у неё небольшая, 12. Вот такая сумма у неё. Вот она такая парочка. Твикс, сладкая парочка. Вот если он является зелёным деструктором, деревянным конём троянским, то она является тигрицей, франдёрша. Вот они друг друга дополняют. Прекрасно. Ну, у неё так опасность ранней гипертонии и так далее. У неё много болезней. Ну, как и у всех у рептилоидов. И у них часто бывают несчастные случаи. Вот так, например, она нос задрала, на неё полна нос шлагбаум. И она лежала долго в больнице. И вот такой вот треугольник, что я заметил, отличительный, очень редко встречается. Видите, из нулёвок. У неё порядочности нету, но человек необязательный. И вот этот вот треугольник из нулёвок замыкается через две пятёрки. Искал я вот много персонажей, просматривал раньше. Мы уже рассматривали много исторических таких личностей. Оказалось, у кого же близко-то? У человека, рождённого 7 октября. Вот он, этот человек. Тоже три двойки, и через пятёрки вот это замыкается нулёвок. Только тройка у неё нету. А у неё тройка есть. Видите, а у него тройки нету. А так вот те же три нулёвки и замыкаются через две пятёрки. И тоже две семёрки. Только он генерал, а она компромиссная женщина. И также они мезантропы. У неё шестёрка, у него семёрка. Вот в этом разница такая. Но вот эта вот особенность, она очень редкая оказалась. Вот такая вот система. Сейчас вот эти товарищи, они будут руководить Ксении Собчак. Осуществлять. Для политического руководства был к ним приставлен кто? Белковский. Они пригласили Белковского. Тоже удивительная личность. Смотрите, что Пифагор о нём даёт. Белковский. Он с 71-го года рождения. Видите, у него какая вещь-то. Это три семёрки. Это ангел. Он на короткое время для какой-то задачи послан. Посмотрим, для какой. И видите, он не умеет деньги зарабатывать. У него единичка. Он и говорит, я человек нищий. К нему, когда с обыском пришли, денег никаких не обнаружили у него в семье. Ну, и он не является рептилоидом. Нормальной матрицы. Кроме логики нет. Тоже чувства долга нет. И привязки к земле. Ну, раз он ангел, то какая у него привязка к земле. И тоже он очень лояльный такой человек обтекаемый. Крестился. Сейчас называет себя русским, хотя он там с русскими нигде не лежал. Но они как крестятся, значит, себя называют русскими. Ну, это ничего не прибавляет ему. Вот тоже вот называл, наверное, себя русским, который зарезал эту вот Татьяну Фенгельгауэльт. Этот конь-то Троянский тоже. А он оказался евреем. Вот и прописка у него в Израиле. Так что вот и особенность там мы отмечали вот эту про Фенгельгауэльта. Что он знал план, у него был. И он ловко пролез под этот ну, как разделительный этот шлагбаум-то. Он низкий довольно. И он так здорово присел. То есть видно, что он физкультурно очень здорово подготовлен был к этому делу. То есть он его заранее готовили для этого. Так я уже давно намечал эту вот лекцию по системе подготовки вот этих лубянских, как говорится, зомби для выполнения спецзаданий, которые используют современные, но они не современные, а старинные эти практики. это заговоры, колдовство, чародейство и зомбировку вот эту типа африканскую, вот которую вот там в Африке-то у нас практиковал. Обама еще и тоже занимался этой фигней-то. С куклами занимался, управлял куклами и связывал с человеком это дело. То есть вот такие эзотерические практики, они внедрены были вот туда, на лубянку, в этот НИИЧАВО. И своеобразно и там сложилась парадигма, что это все синтезировалось в этом НИИЧАВО. И получилась такая система голосового управления. То есть выбираются специальные люди, которые обрабатываются. Соответственным образом подготовка ведется нейролингвистическое программирование. Очень высокая чувствительность налажена мозга, соответственно настроена на их психику. И фактически человек внедряется, в него подсаживается другой человек, который сидит, допустим, в Москве. И он уже руководит всеми его действиями. Что ему надо сказать, сделать и так далее. Вот такие есть они сейчас современные считаются, но это вещи старинные. Они даже упоминаются даже у святых старцев. Были такие святые, как Киприан и Устина. Ну, вы про них наверное знаете. Это Киприан. Устина была красавица, девица. И на нее покушался Аглоед такой. Аглоед. Товарищ по имени Аглоед. Ну, типа вот этого еврейского, который до Фингельгауру докопался. Тоже сексуально ее преследовал. Но у него ничего не получалось у этого Аглоеда. Случай такой же, как Фингельгауру. Только вместо Аглоеда вот этот, вот как он забыл уже его фамилию. излюбелец этот зомби. Вот Аглоеда-то добивался этой Устины, ничего не получается. Он пошел к колдуну, к Киприану. А Киприан был очень, ну, типа как вот лубянского колдуна там этого, какого-нибудь генерала там этого, лейтенанта. Кто там у нас? Ратникова. О, типа Ратникова. Этот был Киприан. Или там другой был еще генерал там, Ратников еще второй такой же. Занимался тем же самым. И этот, значит, начал колдовать, чародействовать, колдовать и научать этого Аглоеда. Вот возьми там полей ей под коврик дома. Вот эту жидкость, вот я на нее наговорил, на эту жидкость полей, и она тебе сразу и отдастся тут же. Эта Устина. Ну, что он и сделал, ничего, она молилась Богу-то живому-то, вот, и он ее защитил. Хотя у нее было уже горение, желание было, как говорится, совокупиться с этим Аглоедом. Он перед глазами у нее стоял, как вот этот фингенгаврт. И, короче говоря, не получилось у нее, потому что она молится, и у нее это все отошло, это наваждение это. Тогда этот самый совсем уже озверел, и самое сильное свое колдовство, чародейство использовал. Ну, захотел прям в эту Устину внедриться, чтобы она ее разложить перед этим Аглоедом. Но опять ничего не получилось. Мало того, что Аглоед в страсти своей полез к ней чуть не через балкон, там куда-то в квартиру к ней решил, в дверь она его не пускает, он через балкон, из балкона упал и насмерть разбился. Тогда этот Аглоед, то есть уже Киприан, этот колдун узнал, что Аглоед разбился, его такой ученик-то, самый руководимый им робот-то вот этот, как говорится, расшибся, он прибегает к этой Устине и со злобой ее спрашивает, почему ты мне не подчинилась, не отдалась этому Аглоеду? Она говорит, я молилась Богу-то. Ну, и он начал у нее спрашивать, какому ты Богу-то? Иисусу Христу. Ну, давай, научи меня скорее молиться, я тоже так хочу это все. Она говорит, ну, это надо бросить, колдовать и креститься надо идти. Она его сводила, покрестила этого колдуна на высоком уровне, там он был масоном, чуть ли не 99-го градуса. Покрестился там и все, ну, как вот этот наш, у нас тут, Белковский тоже покрестился недавно, и еще один еврей тут в медийном пространстве из Харькова. Ходос. Вот, покрестился и стал исповедовать, и стал епископом, даже стал. Потом был казнен за веру, принял мученическую кончину. Вот, так же и тут вот произошло с Венгельгауртом. Какой-то есть, параллель-то какая-то есть вот тут. Вот, и что такое Белковский? Я говорил о том, что вот он выкрестился, значит, из еврейства, стал русским себя называть, и матрица у него такая, как у ангела. Так ведь? Видите? Все у него порядочное. Вот он сейчас будет главный политконсультант, вот этот вот Собчак, который он очень уважает. Ну, это, как говорится, не запретишь это уважать. Политические цели тут понятны все. С какой целью идет Собчак на выборы? Чтобы электорат пришел на выборы-то. Ведь ухищрение это простое. Так же было с этим с Навальным. Ведь Навального только почему разрешали раньше, чтобы он собрал электорат, но поскольку его не пустили на выборы, его заменили еще лучшей кандидатурой и своего окружения. Дали ей вот эту лицензию даже Крым отделять. Даже на это пошли, чтобы привлечь кандидатуре и кандидатуре и кандидатуре то да, на участке все вот эти люди, она как поп-капон их ведет на заклане. Но с другой стороны, вот этой вот тети-то, которая подсчитывает, подтасовывает эти выборы хорошо, она скажет, что вот пришло очень много человек на участке. Скажем, не 10% пришло, она нарисует там 35% избирателей. И уже, значит, хорошо будет. А там уже сколько из них проголосовало за первое лицо, это они выведут легко. Для этого там новые губернаторы поставлены, все на те узкие места и так далее, они все, это дело схвачено. Там уже итоги, говорят, уже подведены, уже все бумаги напечатаны. То есть, итоги выборов, мартовских выборов уже все подведены и все готовы. То есть, остается только вот эту между собой премию разделить и все такое прочее. Вот такая вот политтехнология кукловодческая. И кто ей руководит? Вот эти люди, которые опять занимаются не своим делом. Вот какой ученый из этого Малошенко? Вот он, Крым, не наш, да, этот Малошенко. У него ученого нету ничего. Нету троек-то вообще-то, видите, троек-то нет. Это авантюра сплошная. Но с харизма. Как у всех, как говорится, экстрасенсов. Харизма. Но это все деструктивное. Но порядочность там внутри у них какая-то есть, его уважает. Поэтому Белковский сам, он непорядочный, он порядочных уважает. Бажена Львовна и Тарыцкая, видите, что тоже незаурядная личность-то. Она очень похожа вот этим треугольником на нашего, этого, самого главного персонажа этого нашего кукольного спектакля. То есть, первую роль, которую исполняет у нас в этом нашем кукольном спектакле. То есть, вывод какой? Работает эта матрица Пифагора 100%. 100%. И через нее видно уже, не надо никаких уже характеристик, а только на нее посмотреть. И можно даже не смотреть вот эти там компроматы, которые даются. У нас очень много компроматов. И на Рынскую эту, и на Малашенко много, очень огромное количество компромата. Ну, с другой стороны, в общем-то, сейчас так работают наглые вот наши агенты влияния в Англии. Они так себя позиционируют. Работают там они. Выполняют цели вот этого. Лубянского ничего. Все, я на этом закончил. То есть, опять воспевай славу нашему Пифагору. И вечная слава ему до скончания века. Аминь. Всего вам доброго. До новых встреч.